МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Николай Команцев. Я многого чего не знаю, потому что многого чего не видел. Поэтому сегодня я решил выяснить, что такое каскетка и по каким критериям выбирают спецодежду для работы. После отправлюсь в Осиповище, где делают очень вкусные глазированные сырки. Присоединяйтесь, будет интересно! В Могиле есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок! Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Николай! У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как понять 50 на 50? А теперь рассказывай. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью хэбэшечка. Ну, да, телу приятно. То есть, телу приятно. Не потеете летом. И, как говорится, не холодно зимой. Не холодно зимой. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот, ну, посмотрите. Классно? Классно. Причем, внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на пожарном «Семь» есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, скажем так. Ох, ничего себе! Рабочая одежда, два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из стопроцентного хлопка, светоотражающие жилеты и… Светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов – отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает два часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичные, носок. Носок способен выдержать нагрузку. Внимание, до 200 джоли. Это, представьте, вам на ногу с метрою высоты падает 70 килограммов груза. А ноги в этом кроссовке хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл. В магазине на пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну, а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть, в основном, это хирурги, все наши врачи – мужчины. Я вижу стоматологию. У нас есть такие халаты, костюмчики, которые, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну, и также помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки заребило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка-сказка, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя, как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно. Выпуск глазированных и творожных сырков под маркой «Веселые внучата» в Могилевской области наладили 6 лет назад. Сегодня их делают в Осиповичах, в филиале компании «Бабушкина крынка». Перед офисом филиала мы повстречали мирно пасущуюся на газоне корву Машку. Почесав ей за ушком, это местная традиция, мы отправились на производство. Перед входом в цех нас уже встречали. Привет, девочки! Здравствуйте. Как дела? Нормально. Нормально? Как зовут тебя? Меня зовут Полина. Полина, а тебя? Да. Милана. Знакомство состоялось, и мы, дружная команда, отправились на встречу с инженером-технологом Еленой Безунок. Милана первая проявила инициативу. Елена, как делаются сырочки? Мы начнем по порядку. Для начала мы готовим замесы для нашего сырочка. Происходит это в рецептурном отделении. Это такая большая комната с огромной фарш-мешалкой. Ее еще называют кутером. Вот это мы готовим замес для нашего любимого семи сырочка «Золотой ключик». Состав которого мы используем творог. Вырабатывается наш творог только из молока высшего сорта. Также мы сюда добавляем масло сладко-сливочное. Здесь у нас имеется сгущенка вареная со вкусом карамели. Настоящая? Натуральная сгущенка, приготовленная также производителями молочной продукции. И арахис. Оператор запустил фарш-мешалку, и 33 килограмма натуральных ингредиентов за 3 минуты превратились в однородную ароматную творожную массу. Приготовив основу для сырков, мы продолжили экскурсию. Читаю. Камера охлаждения. Здесь пытают сырки холодом? Нет, нет. Здесь мы производим процесс охлаждения нашей приготовленной массы. О, холодно! Скажите, пожалуйста, а сколько здесь они закаляются? Ну, у нас вообще процесс где-то от 12 до суток. Пока Полина и Милана увлеченно наблюдают за процессом выхода сырков из машины, Елена мне продолжит экскурсию. Этот аппарат... Это бункер для перемешивания и дальнейшего формования сырочка. Это вот после холодильника? Да, сюда после холодильника, сразу сюда. Какие-то секреты в нем есть? Абсолютно никаких. Обычный бункер с обычной мешалкой. О как! Давайте посмотрим, что там обычно, а что необычно. Да. Но, в принципе, интересно, кто выпихивает оттуда творожок? Его никто не выпихивает, да? Не, ну я говорю по-русски. Так звучит. Там обычно стоят обычные шнеки, которые толкают массу сюда дозирующим устройством. Вот и все. А тем временем Полина и Милана обнаружили огромный кусок шоколада. Его-то и используют для глазирования творожных сырков. Для того, чтобы его сделать жидким, используется машина для плавления глазури. Здесь ее нагревают до 70 градусов. Где моя большая ложка? Далее расплавленная глазурь отправляется на глазировочный автомат. Следующий этап – охлаждение. Этот процесс происходит в длинном 6-метровом холодильнике. Милана контролирует качество. Охлажденный сырке отправляется по конвейеру к упаковочному автомату. За доли секунды они одеваются в фирменную одежку. Требований к упаковке какие? В данный момент у нас обычная пищевая пленка. Мы не используем никаких средств вакуумирования, газа. Все. Просто упаковывается в пищевую пленку. Все. А наши юные исследователи Милана и Полина решили попробовать лично подготовить сырки к отправке в магазин. Их задача – уложить в коробочку ровно 30 сырков. У них это получилось. Правда, по-своему. Сделав дело, уставшие и довольные, мы отправились в дегустационную комнату. Здесь нам предстояло оценить вкус пяти уже известных видов глазированных сырков торговой марки «Веселые ночата» и один новый – глазированный сырк с ароматом ванили. Его преимущество – вес стал больше – 45 граммов, а вкус – еще лучше. Картошка вафельная, очень вкусная. В жизни есть вещи, которые нужно знать обязательно. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте для себя новые открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин